Мне игрушка-то затянет. Мне кажется, работает не так, как работало. Так, ну давай в лодочную мастерскую. Вы встретили крепкого мужчину с неимоверно бледной, почти прозрачной кожей. На нем пояс с разными инструментами. В ее мастерской есть все для обработки странных грибных деревьев, которые растут ваверными. Одно из таких деревьев, он уже почти превратил в маленькую лодку. Человек замечает, говорит, смотрите, я кранс, а это лодка, я их строю. Че вы здесь делаете? Строит, блин. Много чего, но в основном лодки. В этих пещерах на них большой спрос. Можете себе купить недорого. Он качает головой. Надеюсь, купите слиты, рушит мой бизнес. Ладно, если вам понадобится, дайте мне знать, он будет ваш всего за 350. Нихуя нету. На западе, с той стороны этого огромного озера, их толпы. Слиты, блять, какие-то. И они владеют почти всем озером. Люди там больше не рыбачи, слишком рискованно. Конечно, людям также нужны лодки, чтобы добраться до великой пещеры на юге. У вас на поверхности не было слитов? Нет. Насколько мне известно, слить зерикай... А, это слить зерикай, это слиты, блять. Живу только внизу, но они все, они злые. Я слышу, что нет, находятся поселения, которые ладят с людьми. Хотя больше злой из них жаждают нашей плоти. Они могут долго плыть под водой, но зато у нас есть лодки, я продаю за... Давай, заплачиваю. Да, вы представляете, сколько труда вложено в каждую злую? Я просто не могу отдавать их бесплатно. Пошел нахуй, да раз, ебан. Так, здесь надо почекать, миллион людей видеть. Этот молодой, хорошо сложенный мужчина сидит и пьет пиво. Он сложил, сложил на пол рядом с собой две тяжелых кожаных сумки и кинул сверху свой палаш. Он жестом приглашает вас присоединиться к нему. Привет, я Джей. Пидорас ты, блядь. Нихуя, я его попустил прям прям с порога, блядь. Привет, я Джей. Хорошо встретить внизу собрата воина. Хотя сейчас я просто жалкий беженец. Вы воин? Сука, он... Он же сказал привет собрата воина. Почему такие вопросы даунские? Да, и беженец. Беженец, это значит, что вы ищете работу. Вообще-то да. Я всегда хотел путешествовать и повидать мир. Я довольно сильный благодаря работе на ферму и охотился всю свою жизнь. Я хорошо владею всем видами дальнобойного оружия. Подожди. В смысле присоединиться? Можно 5 ебал себе набрать? Он внимательнее смотрит. Я не авантюрист, я могу быть солдатом, но только если точно знаешь, что меня накормит. Пожалуй, откажусь без обид. Не, подожди. Тут как бы можно из партии челиков удалять? Блядь, а когда это вообще свечение фонаря ебаное закончится? Я же вижу, оно дрочит до сих пор. Или нет? Вы встречаете человека в потрепанной броне, похоже, он пытается напиться до беспамятства. У солдат нет наемника, сейчас вы с кем-то сражаетесь? Ага, со всеми. Сначала с кошаками, потом со слитыми. Опять с кошаками. Опять со слитыми. Черт, до меня избивали все подряд. Сейчас я в отпуске проваливаю. Тебе пизда, мальчик, за такой базар гнилой. Это я уже, кстати, лазил тут. Не, ну в принципе. Можно это нам сейчас взять на продажу. Ну ладно. Бомжовством вот этими лучше не заниматься. Бармен усердно протирает стойку. Он высокий и носит солидную бороду. Он приветствует вас. Где борода, блядь? Он приветствует вас, когда вы подходите к барной стойке. Я Гарри, говорит он. И это моя гостиница. Вы выглядите как вновь прибывшая. Если хотите, можете купить кружку грибного эля. Но предупреждаю, никаких жалоб у нытья. Так, Гарри, что у вас можно выпить? Бармен, есть советы, как выжить? Есть советы у бармена? Хороший вопрос. Многие люди приходят ко мне за советами. Я просто предлагаю им заняться здесь тем, чем они занимались на поверхности. Скорее всего, если никому не вредит. Вы порвали гостиницу на поверхности? Да, но я не знал, что мятежники устроили в моей гостинице нелегальную базу. Когда империя её обнаружила, всех убили. И затем, чтобы не рисковать, меня сослали в Авернум. Обидно, но когда империю интересовала справедливость. Ещё вопрос. Есть работа для путешественников? О, квест. Вообще-то да. Меня очень интересуют природные горячие источники. Тогда моя гостиница могла бы представлять больше услуг. Если вы найдёте хороший источник, дайте мне знать, я хорошо вам заплачу. Если бы я знал. Странная тема. Я продаю грибной Эль. Ещё иногда у меня бывает свободная комната. Продолжать мне бы выжить, выпить. Мне нужна отдельная комната. Эль. 14. И чё? ЗОЖ. Блять, свет до сих пор есть. Или нет. Как вот это понять? Можно. А опыт у всех одинаково? Да. Прям одинаково ебашь. Бля, на самом деле надо было, короче, персонажей всех создавать самому в начале. Чтобы у меня вот не было лишнего очка вот в этой параше, например. Ну ладно, похуй. Эрик, три шрама. Вы увидите большого мужчину, покрытого шрамами. Красные полосы на его лице резко выделяются над плоскобледной кожей. Он наблюдает за двумя молодыми воинами-авернитами, которые тренируются на манекенах с мечами из пещерника. Когда вы приближаетесь, он поворачивается к вам. Вы, вы похожи на воинов, я Эрик, вы можете звать меня три шрама. Я могу обучить вас, если сможете заплатить. Откуда у вас эти шрамы? Первый мне оставили бандиты, которых я встретил в странстве по окрестностям Селивара. Будьте осторожны, отправляясь на север. Бандиты устраивают засаду на таких, как бы я уж там разъебал каких-то бандитов. Не похуй. Его оставило копье Слитза. Слита. Слитами они их называют. Их полно в восточной галерее. Это немного западнее. Нас не отправляйте сюда, пока не будете готовы с вас с ними. Ну а третий, ужасный, правда, я получил его, когда проучил имперского солдата, попавшегося на кражу в моём селе. Я не убил его, нет, иначе я был бы уже мёртвым. Место этого они сослали меня сюда. Странно. Чем вы тут занимаетесь? Я обучаю людей, чтобы в пещерах с ними не сделали того же, что со мной. Как проходит обучение? Спускайте сюда. Я поработаю с вами в нашей боевой яме. Пару раундов, со мной вы станете немного. Я могу сделать вас быстрее и проворнее. Ваверном и медленный, значит, мёртвый. Интересует? Имея достаточно денег, вы можете улучшить свои навыки в тренировочных залах. Вы можете улучшить каждый навык только два раза. Ну-ка. Вы можете улучшить быстродействие. Неплохо. Неплохо, неплохо, блядь. Только денег зажег. Так, оружейный фрам. Доспехи Анастасии. Так, вот в доспехах я вроде пиздел, да? Да. А меч у него какой-то на стене. Вот этот меч? Или его не нарисовали? Так, где ещё не был? Был, был. Раска объявлением взял. Вот в ратуше, кстати. Да, мэр тут, блядь. Пидарас Петрович какой-то. Всем жопу сосёт. Кэрол. Кэрол сидит за прилавком, ждёт покупателя. Она выглядит болезненно, нервной. И погружён из себя. Чё вы тут продаёте? Ну, я могу продать вам хлеб или другую ещё. А, я ж с ней пиздел. Она тут, блядь, в коров своих идёт постоянно. Валим, ребята. Вот. Мэр Джонатан. Джонатан фаталити. Как я здесь на попал, блядь. Нихуя, у него даже портрет есть. Ты чё, самый крутой? Какой-то Гульман ёбаный. Блядь, вот портреты, это какой-то пизи... Ой, блядь. Художники ебашили, блядь. Там, кстати, короче, у Вогеля этого великого РПГ-мастера. Интервью есть, где он прям в подробностях описал, сколько стоит, типа, вот, игру стоит, сколько стоит каждый спрайт там нарисовать. Типа, его заебали этими предъявами, типа, хулю тебе агрофон такой хуёвый, блядь. Сука. Дегенераты, ёбаные, блядь. Асцы и рогалики не видели никогда в жизни. Молодой человек в элегантной, хорошо сшитой одежде сидит за столом, перебирая бумаги. Его грудь пересекает несколько потертой, но явно качественной дорогой лента. Выпускник, блядь. А на шее висит золотой амулет. Похоже, он рад вас видеть. Но при бывшей, как я вижу, хорошо, что вы зашли ко мне. Я Джонатан, Фаталити. Мэр Сильвара, одного из крупнейших городов Аверного. Мне бы очень... Сука, эти, конечно, крупнейшие города, блядь, с двумя домиками. Например, в Джинфордж. Там города действительно пиздец, блядь. Там пока обойдёшь всех НПС, блядь, ты охуеешь и умрёшь. Вы знали, что я приду сюда? Конечно, он знал, блядь. К нему же все припёрдываются, кого только что припиздашили. О, конечно. Когда прибывает некто, способный присоединиться. В содействии защиты Авернума, весть об этом вскоре достигает меня. Также мне было велено задержать разбойника по имени Лагран. О, однажды уже избежавшего наших рук. Ну и где этот ёбаный Лагран, блядь? Итак, я здесь. Давайте быстрее, чего вам надо. Не, давай без такого жёсткого базара. Ваша любезность делает вам честь. Это суровая земля, но не совсем бескультурная. Я просто хотел задать несколько вопросов. Здесь и обратной дороги нет. Что планирую делать? Я хочу сбежать из этой тюрьмы. Я хочу отомстить империи. Я воин, я хочу сражаться. Я просто хочу найти дом, где буду жить в мире и покое. Ну, сбежать из тюрьмы, это сейчас Рафлан ебало, как бы, да, скажут у пацан. Выхода нет. Хотя, по сути, выход, походу, есть, потому что уже третья часть происходит на поверхности мира этого. Четвёртая, пятая, шестая, походу, тоже. Так что, выход есть, в принципе. Отомстить империи звучит, как эта либеральная залупа. Я воин, я хочу сражаться. Лучший, конечно, вариант здесь. Но мне интересно, что он про сбег из тюрьмы ответит. Опять начнётся нытьё. Да-да-да. Распространённое желание. Увы, это невозможно. Ну, пацан, это возможно. Блядь, зайди в Steam, введи SpiderWeb Software и посмотри на третью часть, блядь, Авердума, которая называется Ruin World. Там скрины на поверхности, там ёлочки растут, блядь, пацан. Джонатан, блядь, сидишь тут, мэр ебаный. Распространённое желание. Увы, это невозможно. Вы слишком глубоко под землёй, а империя слишком хорошо подводилась перекрыть все возможные выходы. Тем не менее, если вы так решили, можете попробовать. Но прежде я хочу предложить вам несколько заданий. Возможно, это вам уже найти применение ваших навыков. Давай. Задание выполнено. Или чё? Рад это слышать. Присаживайтесь, я расскажу вам про наше скромное поселение и мои попытки его улучшить. Да он мэр, блядь. Я мэр, нахуй, этого прекрасного города и член Совета Авердного. Я постоянно занят, а моя ферма тем временем приходит к ужасным запустению. Какая ферма, нахуй, я не видел тут ничего. Здесь в городах есть мэры. Нам же, блядь, говорили же уже. Конечно, мы ведь не дикари. Я решаю всевозможные разногласия. Отдаю приказы войскам. В случае нападения руковожу обороной. Но большей частью времени я веду различную документацию. Это нелегкая работа. Где хранится документация? В комнате на западе. Не стесняйтесь. Правда, это не очень интересно, но необходимо. Я веду записи о каждом, кто попал в Авердну. Когда-нибудь люди захотят узнать, что происходило, тогда мои записи им помогут. Хм. Что-то я, блядь, проебал там какую-то документацию. А что у тебя там, блядь, под городом творится, блядь? Какие-то ёбаные черви, харкающиеся кислотой, тусуются, блядь. Алло, Джонатан, блядь. Разберись, реши вопрос. Бюджет-то, блядь, из кармана вытащи, нахуй. Так. У вас необычный вид. Заметили мой ленту и амулет? Это символы моей власти, как мэрэй, члена совета. Интересно, можно какую-нибудь хуйню сделать? Типа, блядь, я не знаю, перебить нахуй этот совет ебучий. Стать главарём Аверднула. Паханом главным. Главным вором в законе. Что может этот амулет? С его помощью мне припределить. И дают сообщение из замка. Оху я себе. Столица Аверднула. Он находится в Великой Пещере. К сожалению, это односторонняя связь. Я не могу отсылать сообщение обратно. Пейджер, блядь. А что делает эта лента? Свисает с моего плеча и требует регулярной стирки. Это всего лишь символ власти. Но символы могут быть весьма эффектные. Так, ну что ты там пиздел? Какие там у тебя задания имеются? Блядь, а вот и черви подъехали. Сильвар строит канализацию. Прямо у нас под ногами ведутся раскопки. Увы, эта работа застопорилась. Так как туннели под нами облюбовали черви. Очень большие, опасные. Если вы спуститесь вниз и выясните, как эти существа попадают в нашу городскую канализацию, остановите это нашествие. Я вас вознагражу и дам весьма ценный совет. Я же там... Ну я там уже поперехуярил черви. Там, наверное, еще сидят. Почему вы начали строить казалина? По тем же причинам, по которым ее строят на поверхности. Здесь, в этих пещерах, немного сложнее утилизировать отходы. А вопрос очень актуальный. Если ей не заняться, то скоро тут все будет завалено мусором. И чем похуже. Как мне попасть в Кангиз? Да я там уже был, блядь. Почему я должен спрашивать про награду авансом? Я не хочу награды авансом. Есть два входа. На северо-западный и северо-высочный окраин города. Вход на северо-западный находится ближе к скоплению этих червей. Кстати, да. Если зайти сразу в правый вход, можно, блядь, просто в кучу попасть. Все, продемонстрируйте. Меня нашел способный. Так я пойму, как будет лучше задействовать вас во благо авиары. Так, все. Хорошо, пацан. Я тебя услышал. Что там вообще с квестами? Их там уже миллион, походу. Блядь. Найти Анастасию. Ну, это я типа сделал. Надо только рассказать бабе. Черви в канализации. Горячие источники какие-то. Кирки и лопаты. Тоже там пару кир от лопат нашел. Знания не в тех руках. Это вообще что, блядь? Бандитская крепость. Стая рукокрылых. Пизда. Так, все. Я выключаю. Я пропизделся со всеми. Потому что там папич включил Dark Souls. Так, нет. А, все поздно. Я не знаю, в чем суть, но почему-то, когда в OBS что-то захвачено через игра, а не через окно, то при выходе она вылетает, как бы с ошибкой, типа. Странная хуйня. Надеюсь, у меня сейвы не закарабчились там. Хотя это больше относится, походу, к OpenGL именно играм. И, походу, Авернум и вот этот вообще новый движок их, на котором новый Genforge тоже сейчас выпустит. Он, походу, OpenGL юзает. И, кстати, тут есть ярлык Avernum DirectX. Хм. Можно об этом инфу? Надо будет загуглить. Может, лучше тогда Avernum DirectX юзать, а не OpenGL. Хотя вроде работает нормально. В принципе. В принципе. Редактор субтитров А.Настска. Корректор А.Кулакова